Я вас приветствую! Слушайте, я вас уже уморилась тут ждать на нашей лавочке. Ой, мне так понравилось! Это одна женщина так написала на нашей лавочке. Слушайте, а мне такое даже в голову не пришло, так сказать, на нашей лавочке. Поэтому я сижу на нашей лавочке и жду вас. Лавочка такая классная, мягенькая, чистенькая, с подушечками. Товарищи, обалдеть! Как сегодня начался у меня день? Ну, я не знаю, давно так день не начинался. Я всегда встала, проснулась, умылась, быстренько включила новости. Боже, включали! А там наших поменяли. Ой, ну, вы, наверное, это же вчера видели, это вчера было. А я-то не видела этого. Боже мой, какие-то все худые, замученные. Смотреть страшно, но такие счастливые, такие счастливые, боже мой. Ну, знаете, в конце концов, Путина придавили немножко к ногтю. Хоть он так распинался, что он не будет своих срочников посылать убиваться. Ну, так случилось, что он их послал в район боевых действий. Видать, надавили на него неплохо. Что так быстренько, быстренько организовали обмен на срочников. Ну, знаете, тоже хорошо. Для нас хорошо. Там даже вернули, я смотрю, даже азовца вернули. Один парень такой молодой, красивый, худой такой. Слушайте, чуть ли не три года вот это вот просидел в плену. Я вот думаю, как вот эти люди возвращаются. Они вообще хоть слышали какие-то... Представляете, это вот люди, у них выпало из жизни. Вот это все, что мы с вами переживали. Вот эти все там налеты, бомбардировки. Ну, наверное, что-то аж они знают. Что-то там, хоть какая-то им же какая-то, что-то доходят какие-то новости. Там кому-то, может, удается поговорить даже по телефону со своими родными. Ну, я не думаю, что там такое сильно обсуждается это. Ну, а в общем-то люди были в таком вакууме. Ой, товарищи, такая-такая радость, такая радость. Ну, тут же читаю дальше. Даже не читаю. А, знаете, я вот, ну, тут пока новости идут. А я вот тут вот справа смотрю, там эти... У меня в компьютере выходят там другие видео. А, арестовали дурова. Я так думаю, это что-то мне показалось, наверное. Открываю. Оказывается, вот этого афериста, основателя ВКонтакте. А потом, контакт у него там отобрали, отжали, откупили в конечном итоге. Там, на России. И он такой придумал себе телеграм. И знаете, такой вот у него российский менталитет остался. Он подумал, что он бога за бороду поймал. Такие там бешеные доходы. Там у него в телеграме миллиард подписчиков. Выставляй, что хочешь, показывай, что хочешь. Никаких авторских прав, ничего этого нет. Там, что хочешь, вытворяй. Я так очень удивлена, как очень многие известные украинские медиаперсоны побежали в этот телеграм. Не только украинские. И так прям подпишитесь. А пойдите в мой телеграм. Да посмотрите. Да прям страшное дело. Да там я то выкладываю, да сё выкладываю. Да прям новости там такие. Да прям видео там такие. Да выкладывали все. Знаете, больше всего меня удивляло, когда украинские правительственные органы, то какой-то чат-бот там в телеграме располагался. Я помню, там то по чат-бот был, там надо было идти туда, там какие-то что-то, когда надо было выезжать с оккупированных территорий, там эти какие-то коридоры пытались организовать. Эти коридоры потом расстреливались. Это всё шло через этот телеграм. Я это помню. Я никогда там не была в этом телеграме. Потому что раз и навсегда я не хожу ни на какие вот эти ФСБшные, КГБшные, вот эти вот мессенджеры, как они там ещё называются, социальные сети и так далее, и так далее. Ну это же вроде такой мессенджер, да? Меня нету и в этом, который Твиттер был раньше, назывался, теперь он называется Икс. Что по поводу ВКонтакте? Значит, я вот сейчас только что смотрела Дурова, и его отрывок из его интервью Такеру Карлсону. И он так рассказывает, тут его спрашивают, ну вот как вот вы это там организовали, этот ВКонтакте? Я так организовал его, я так работал над ним. Ну врет, как дышит. Может быть, конечно, не все из вас могли сравнить. Знаете, в Фейсбук же люди пошли когда? Когда... В Фейсбук люди пошли когда? Когда начали закрываться вот эти вот социальные сети для кого-то. Там одноклассники начали закрываться, потом начали закрываться доступ, доступ, я имею в виду, доступ в ВКонтакте, там, к другим, кому-то там, с другой стороны, там, Инстаграм закрывали, еще что-то. И очень многие люди пошли в Фейсбук. Раньше их там никогда не было. А я же в Фейсбук хожу там чуть ли не сооснования. Ну потому что я тут живу, в Новой Зеландии. Так вот, ВКонтакте это было, знаете, один к одному Фейсбук. Я имею в виду оформление, один к одному, те же самые цвета, то же самое расположение, то же самое было, все. И им было этим ВКонтакте, это было, знаете, 20, ну что-то около, чуть ли не 20 лет назад. Им было так довольно удобно пользоваться, я бы сказала. И знаете, мы так это не очень еще придавали значение. Одноклассники, так я там вообще с самого начала, еще когда-то, еще ничего там такого не было, этого одноклассника. Там еще надо было написать, что какая ты школа, какой ты город там, ты что-то там разыскивал, там потом ты смотрел, был ли кто-то. В общем, самое-самое-самое начало, это там, я. Ну, одноклассники, с моей точки зрения, как бы там его не критиковали, как бы не это. Самое интересное, что там можно все что угодно показывать и рассказывать. И никто там тебя не банит, никто к тебе не пристает и так далее. А хоть его так очень много на него, так сказать, наедают, на этот сайт. А ВКонтакте он был такой, им было и пользоваться как-то не очень, да и Фейсбук им было как-то тогда тоже не очень. Фейсбук очень изменился, он сейчас совсем не такой, как был в начале. Там все очень много изменилось, там этот мессенджер добавился, еще там добавилось, там звонки вот этих, чего этого не было раньше. Он был такой вот простенький. И ВКонтакте был, ну вот один к одному. Вот ты отключаешь, вернее, не отключаешь, а открываешь страницу ВКонтакте и открываешь страницу в Фейсбуке один к одному по внешнему виду. Только там русский язык, а там английский. То есть он содрал полностью. Ну, я была ВКонтакте, потом как-то никто туда особо не ходил, там нету такой ленты не было. Вот раньше была в Одноклассниках, ты открывала, там шла лента, тот-то показывает, тот-то, 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 и тебе было так хорошо и удобно. Сейчас этого тоже нет, тоже крайне неудобно стало пользоваться. А ВКонтакте я еще ходила, даже когда блог этот свой начала, я еще ходила туда, выкладывала. Ну, там ты ничего не видишь, там ты только видишь какой-то кусочек свой. В общем, я оттуда ушла. Я оттуда ушла. Ой. Ну, как бы ты оттуда не ушел, все равно там какие-то твои данные остаются. Еще что-то мне так глубоко плевать на то, что там осталось. Ну, я оттуда не хожу, потому что я считаю, это тоже глубоко такой КГБшный, ФСБшный сайт. И теперь этого Дурова, который создал вот этот Телеграм. По-моему, это такая помойка, этот Телеграм. Там, понимаете, то, что вы там ходите, то, что там эти какие-то видео, то, что там еще, там же кроме этого, туда и террористы какие-то заходят, и там идут какие-то тайные переписки, и там распространяются наркотики, и там и оружие могут распространять, потому что там нет никакой модерации, там никто за этим не следит, то есть это кошмар какой-то. Так, оказывается, этот Дуров не так давно получил гражданство Франции, как-то там легко и непринужденно, ну как получают, вложил в недвижимость какие-то деньги большие, и за счет этого получил гражданство. И у него хватило ума, а я не знаю, знал он или нет, был выдан ордер на арест Дурова. И этот ордер был выдан на арест его только на территории Франции, как французского гражданина. И он туда прилетел. И прилетел он туда из Азербайджана, между прочим. А перед этим он был в Казахстане. И вот считается, что он в Азербайджане встречался с Путиным. Обсуждали какие-то там они вопросы, очевидно. Ну, там кто-то где-то пишет, что он вроде бы не встречался с Путиным, тот отказался, где-то пишут, что он встречался. В общем, покрыто браками тайной, в конце концов, это что-то выяснится. Но ему там предъявляют, он только на своем частном джете приземлился в аэропорту Ла-Бурже во Франции. И его под белые руки, вот туда, на Суундер. И ему там что-то, и такие предъявляют обвинения, которые вот эти же вот там и по наркотикам, и там по всяким этим, нехорошим другим делам, и там что-то под детям предъявляют ему, там, по-моему, похищение детей, что-то еще там такое вот. В общем, на 20 лет тянет. Ну, не знаю, как там, откупятся, не откупятся, разберутся, не разберутся. Его эти все там недвижимость уже перетряхивают. А все. В общем, товарищи, никогда не надо думать, если даже у тебя много денег, и ты в них купаешься. Что ты поймал Бога за бороду. Нет? Нет. Надо всегда, надо быть честным человеком, честно зарабатывать свой хлеб. Ну, если у тебя хорошо получается зарабатывать на хлеб, ну, почему бы и нет. Ну, и зарабатывай. Вот так вот. Ну, кроме этого, читаю. Это я вообще такая, знаете, интересная новость, которая... Я даже не знаю, как сказать. Лукашенко поздравил Украину с Днём Независимости. Это вообще... Вот уже. Такой очень интересный этот товарищ Лукашенко. Вы знаете, он, конечно, убийца. Он, конечно, тиран. Он очень издевается над белорусами. Он врет. Он захватил власть. Но, с другой стороны, у него есть, мне кажется, вот это вот... Не знаю, наверное, какое-то желание, может быть, опекать белорусов. Не с той точки зрения, что его так сильно волнует, как они там живут. А с той точки зрения, чтобы они оставались живыми. Чтобы их никто не захватил для того, чтобы он мог быть там царём. Я так это понимаю. И поэтому он как бы старается всё-таки Беларуси свою... Как это раньше называлось, сейчас это Беларусь называется, да? Он старается каким-то образом её, ну, я не знаю, немножечко, наверное, отделить от России. И каким-то образом, как это, обособиться, я бы сказала, не отделить. Может быть, и обособиться. Хоть он и говорит, что государство союзное. Самое интересное, это вот, знаете, например, такой вопрос про деньги. Я сколько себя помню, сколько его выбрали, Лукашенко, столько идёт разговор про то, что будут одни деньги вместе с Россией. По крайней мере, лет 30, как минимум, это всё идёт. Да, 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 сделаем, да, сделаем. Ну, страна небольшая, страна зависимая от России. И он вот так вот лавирует, лавирует, лавирует. Я думаю, когда заходили войска российские и обстреливали со стороны Беларуси Украину, ну, я думаю, его схватили за горло. Наверное, у него не было другого выхода. Знаете, как бы новичка попробовать никому не хочется. Я думаю, ему пригрозили. У него не было выхода. Ну, а потом как-то он немножко сумел. Я помню, помните, вначале, когда только началась эта война, он всё время проводил какие-то учения. Там были учения, 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 такие-сякие, перед такие, там, готовности ещё. Что-то создавал большую видимость. Ну, не знаю, наверное, молодец. Я думаю, с этой точки зрения только что он старается всеми силами не втянуть Беларуси в эту войну. Чтобы Беларусь не вошла в эту войну с Украиной. Я так думаю. Поздравил с независимостью. Тут, тут, в сего череда, тут и ракеты летели. Тут ещё что-то, тут я поздравляю. Значит, он очень хитрый. Значит, он что-то чувствует. Что-то чувствует. А с другой стороны, знаете, ему было очевидно раз и навсегда сказано. У тебя страна маленькая, и твой тот мозорский, вот такой какой-то нефтеперерабатывающий там, что там оно, комбинат, комплекс, завод, как оно там называется, я не знаю толком. Пару раз туда что-то прилетит, и всё, останешься без денег. И без такого крупного производства. Я так думаю. Ну, и потом там вот уже промелькнула какая-то новость, что шли какие-то там переговоры с ним. Ну, в общем, я бы сказала, вечер, ну, уже, по крайней мере, вот уже последнюю, сколько, шестого где-то числа, да, когда Украина начала делать санитарную зону в сторону России. Знаете, как это, вечер перестал быть томным. Мы так ободрились, ободрились все. И так, знаете, как-то, ну, я не знаю, так уже появилась такая уже хорошая надежда, что в конце концов, в конце концов, мы придём к какому-то завершению. Я вчера, кстати, у кого же я это посмотрела, по-моему, грянул Грэм, я посмотрела на этом, на этом блоге, я посмотрела интервью с Гордоном, Дмитрием Гордоном. Ну, он везде одно и то же говорит, везде повторяется, одно и то же месяцами, но он упорно, он упорно продолжает твердить, что к концу этого года война закончится. Он, как говорит, по моим каким-то данным, по какие-то у него там, ну, в общем, напускает вот эту туману, туману такого, но он упорно это говорит, причём он это ещё с весны начал говорить. Ну, знаете, хочется верить, ужасно хочется верить в это. Ой, знаете, чтобы мы могли, знаете, так хочется вообще. Вот, знаете, я вот представляю этот день, когда закончатся, закончатся военные действия. Может быть, ещё не все так разойдутся сразу, ещё, может быть, что-то будет такое, но вот уже закончится. Вот, мне хочется же вот эти солдаты, которые наши, которые там вот так тяжело страдают в этих окопах. И не только в окопах. Как им вот это тяжело, и мне кажется, как им хочется, чтобы можно было так вот сесть и не думать, что вот сейчас, через 10 минут на тебя попрётся вот эта дикая орда, и тебе надо от неё отстреливаться. А ты можешь сесть так спокойно, покушать спокойно, и начать думать о том, что вот уже сейчас пройдёт ещё какое-то время, я смогу вернуться домой. Ой, а там моя жиночка, там мои дитки. Ой, так хочется этого. Просто, знаете, просто нет слов. Как вот хочется мне для них, для них. Ну, что для себя. Для меня я вот тут сижу с вами на лавочке, так сказать. А вот хочется для них, чтобы им не надо было, чтобы они могли раздеться. Знаете, вот так раздеться, спокойно выкупаться, спокойно покушать, спокойно так, знаете, лечь на диванчик, попить какого-то там пивка, посмотреть там что-то там интересное. Просто пройтись вот так вот. Боже мой. Мне так хочется для них этого, в первую очередь. Ужасно хочется вот этого. Тишина такая. Над страной такая тишина. Знаете, только вот эти вот там птицы, птицы, которые пострадали, чтобы вот эти вот там всякие, как я кузнечики кузнели, где-то там в травке. И вот такая вот тишина была. Ужасно хочется. Ну, пока этого невозможно. И такая, знаете, интересная новость вчера. Украина отправила поляныцию до России. Но теперь они не научатся говорить это слово. А знаете, я прочитала, что для русских они не могут выговорить вот это сочетание ця, ця, которое для украинцев это нормально, а у них нету слов таких, которые заканчиваются на такое, ну, у них ца, ца, да? Там овца или еще что-нибудь такое. Молодца, жеребца. Это они могут. А вот ця, они не могут. Ну, как там у нас, да, залезныция, полуныция, поляныция, кто там еще, такого, молодыция. То есть для нас это легко и непринужденно. А для них это тяжело. Это вот как тяжело, например, русскому человеку или там украинскому или кому-то там выговаривать английские буквы, да, которые там вообще какие-то странные. Вот так вот им точно. Ну, теперь они будут учиться. Посмотрела, как Скобеева сказала, на клубнику полуниция. А что это полуниция? Ну, ладно бы уже полуниция, а то полуниция. Поляныция это хлебушек, а полуныция это клубника. Ну, так в Украине. Знаете, для нас это нормально, для двуязычных людей. Вообще, я вот когда что-то слушаю, там, русский, украинский, я потом не помню, на каком это было языке. То есть я слушаю, мне безразлично, какой это язык. Я не задумываюсь над этим. То есть вот так слушай, слушай, все, мне все равно на том, на том, на том, на том. Правда, в это время, вот, сколько я смотрю вот эти новости сейчас, я уморилась слушать ломанный украинский язык. Это ужасно, ужасно. Ну, люди стараются говорить на нем. Ну, когда они говорят, ой, это кошмар. Смотри, по ушам так тебе. Ну, с другой стороны, это хорошо. Знание второго языка, это прекрасно. А если у тебя там три-четыре языка, так это вы лучше. Поэтому. Поэтому, товарищи, ой, так классно, так классно. Просто, знаете, ажиаспирает от таких вот хороших каких-то новостей. Ты получаешь такую, знаете, такую радость как-то. На душе так хорошо, правда? Не то, что там вот мы все время перед этим смотрели, боже мой, так они там где-то продвигаются на три метра, на, как это, на пол сарая заняли там какого-то, разбомбили что-то где-то. Ну, наверное, в конце концов, начнут полянецию, доселаты. И вот туда, там, в Донецкой области, там, где все разрушено и разворовано. Ой, слушайте, ну вы же тоже видели это видео, как это армия России заходит в эти оставленные, которые она должна охранять. Людей эвакуировали из этих российских всяких там сел и городишек. Начальство пообещало, мы будем охранять ваши дома, а владельцам, наверное, магазины пообещали охранять. Видите, там заходят, как они там в дверь какую-то бьются в одном магазине, и огнетушителям ее хотят разбить, и в них не получается, все это разворовывается. Ой, кошмар какой-то, ужас какой-то. Сказать бы, люди ломились там, ну ладно, вам там, вы оголодали, вам нечего покушать. Я это понимаю. Там человек хочет что-то в магазине взять, воды какой-то там, хлеба хочет взять или еще что-то, это такое. Но там же они вломились там, где телефоны продаются, где еще. А комментарий кто-то написал, из этих, из россиян написал, а что вы хотели, если они в Украине воровали у людей стиральные машинки, там эти, что там еще они воровали, ну что там можно еще было украсть, что кроме стиральных машин, а унитазы, унитазы. И я помню, как одна, разговор был, перехваченный разговор, как она ему говорит, блендер, блендер там возьми, блендер. Да чтоб ты провалилась, блендер тебе, он тебе нужен, блендер, ты бы прожила всю жизнь без блендера, обойдешься. Иди купи в магазине, он 3 копейки стоит. Ой, в общем, кошмар какой-то, товарищи, кошмар, кошмар, кошмар. Я вся в трудах, знаете, бодрости добавилась, я тут постирала сегодня и свою новую простыночку, и старую простыночку постирала. Все это уже высыхает у меня, потому что солнышко такое сегодня хорошее. Ой, это вам для красоты, это брюге, брюге, смотрите, уже брюге у меня раскрыло 4 цветочка. Да, смотрите, красотень какая. Она в прошлый раз цвела, если кто, может быть, помнит, у нее был вот такой огромный-огромный, внизу такой-вниз огромный цветонос. Но, по-моему, веточек не было в прошлый раз, а теперь у нее 2 веточки имеется. И тут бутонов, видимо, невидимо. Будет еще такая красавица у меня. Ой, ну, в общем, все. Сидим там, смотрим новости. Сейчас я уже жду, уже сколько у меня, 2 часа. Это значит, в Украине 5 часов утра. Сейчас уже начнутся какие-то новости, что-то будет новое, новое, новое. Может быть, что-то еще такое приятное, как обмен. Какие-то еще новости по поводу продвижения в Курской, что там, может, уже там до Курчатова до того дойдем. Потом будем обменивать одну ядерную электростанцию на другую, или атомную, как я там правильно называю. В общем, вскачь, вскачь просто идут события такие. Так слушаешь, слушаешь, слушаешь. Ой, как получается, что только, знаете, прямо все это кипит и бурлит. Да хочется уже, чтобы это все стало гладенько. И вообще никаких новостей. Чтобы я так вот сидела с вами на лавочке и рассказывала, что я там хочу испечь пирог из тыквы, а потом думаю, да нафиг мне это возиться с ним, сахар, масло. Да я, наверное, лучше суп сварю. С луком, пореем и с тыквой лучше будет. Меньше работы и быстрее. И вкусно, и полезно. Вот. Или еще что-нибудь такое рассказывать. Что я там сварила харчо суп сегодня. Знаете, вот так. На лавочке. То есть, вот просто то, о чем говорят действительно. На лавочке. А не о том, ой, сколько погибло, сколько обменяли. И когда уже это все сможет закончиться. И Украина будет. Ой. Вольною, незалежною. Это будет. Они все повиздыхают, наши враги. А Украина будет. Вольно, заможна, незалежна. Слава нашій Украине. И слава нашим ЗСУ. И вам. Мои дорогие украинцы. Я с вами.